Один из методов, когда вы абсолютно уверены в том, что вы можете легко назвать какой-то минус, так скажем. То есть если вы говорите вот в данном случае, что нужны габариты машины. И если я покажу другую машину и скажу, вы знаете, а вот здесь, значит, вас не устроят, там есть вот такие вот минусы у этого товара. На самом деле это тоже такой прием, и он, так скажем, прямо хорошо работает. То есть когда ты начинаешь свой плюс, когда ты презентуешь что-то, он становится очень емким. То есть когда тебя уже внимательно слушают, так он мне легко назвал минус. Ну то есть когда ты не просто все подряд хвалишь, так сказать. Ну и доверие больше. Да, доверие, сразу доверие возникает. Ты реально говоришь. Причем вопросы тоже задавали о том, что нужно ли говорить вот о каких-то минусах, либо о каких-то недостатках данного товара. Если для покупателя это важно, и вы не озвучили эти минусы, то, естественно, говорить о долгосрочных отношениях, это просто бессмысленно. Я всегда за честные продажи. А они тоже принесут однозначно эффективность, когда продавцы компетентны и работают абсолютно честно и лояльны с покупателями. Это... Но ведь при этом нужно, если говорить, у нас много плюсов, а потом у нас сложности. То есть... Ну ничего страшного. Да, да, да. Линейка музыкальных центров, да, допустим, которые много пришли, там по одной цене, они сейчас, а есть старая закупка, которая цена высокая, но технических характеристик гораздо меньше, чем у того. Ее нужно продать. Значит, пошар будет получше. А почему в компании не готовы, то есть, решить... Это было давно, это я. Я тоже считаю, что это было давно, но то есть, это все равно, как бы, сама неправильная постановка просто отношения к продажу. То есть, я считаю, что она тоже там не увеличит продажи, когда ты вот именно просто, я против всякого втюхера и так далее, то есть, когда ты компетентно работаешь. Особенно, если там... То есть, сейчас какие-то такого, скажем, есть? К сожалению, есть, я для этого и здесь, то, чтобы поменять отношения к продажам. Потому что так и не будет, как бы, качественного рынка, то есть, и когда мы приходим, ты мы будем это убедить. Ну, к сожалению, как и в разные люди, так скажем, и отношения к работе. Ну, просто, что вот это, прежде всего, мне кажется, помогает, когда там ставишь... Либо это вот именно, что ты можешь ценовую политику поменять, то есть, если тебе надо, да, на каждый товар свой покупать, в конце концов, но ты, главное, должен определить, то есть, когда у него, вот этот, у него является важным критерием. Да, ты как это, когда ответил на это, по-моему, вдвоем? Да. Да. Вот, например, ситуация, когда я сама, я сама, я, 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 я. Мы, мы, все. Да, и вот бывает такая ситуация, что, а, хочешь по-отдему, например, и за тобой, следом уходит, по-дему, цикл, а. И, ну, и, в самой бывают, в деньг, где-то, в обороте, в обороте, в обороте, в обороте, в обороте. То есть, спрашиваешь, «Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать или помочь с выбором?» То есть, человеку, нет, у нас, спасибо, Александр, то есть, уже, исходя из какой-то ситуации, его выводит разговор или не нужно человек запросить? Как это? Как это? Это, 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 это действительно важно, вот. Что является очень важным формированием вот этого рапорта, то есть, когда мы, на самом деле, пускаем своих клиентов, то есть, мы бываем заняты, потом мы видим, что он уже там что-то присматривает, выбирает, то есть, во-первых, иногда даже бывает важно просто встретиться с ним взглядом. То есть, когда мы вот этот момент не упустили, то есть, действительно, его важно поприветствовать. То есть, когда он видит, что вы, так скажем, если что, вы готовы ему действительно помочь, там, выбирать и так далее, проконсультировать его. Этот момент часто вообще упускается, потому что мы, в конце концов, как продавцы, находятся там по 10-11 часов, да, это, в принципе, не робот. Но это очень важный момент продажи. И когда, действительно, заставляют некоторые работодатели требовать, чтобы они ходили за тобой, это, во-первых, вообще крайне не правильно, это вообще неправильно. Потому что, что человек чувствует? Да. Это под прицелом. Да, да. Это под прицелом одно. На самом деле, это вообще абсолютно инстинктивно. Когда человек находится сзади нас, что у нас происходит? Да, у нас напряжение. Да, вообще, все, как бы, какая-то опасность. Непоплотность. Да, опасность. И ты вообще хочешь от этого полностью, как бы, избавиться. У меня, знаете, у меня просто была такая практика, как раз отдел находился. То есть, сразу шла группа товаров, и, то есть, вот этот вот контакт с покупателем, он был очень коротким. Это было вообще крайне сложно, действительно, к нему присоединиться, потому что ты вообще не знал. Но ни в коем случае не сзади. То есть, все. Он автоматически, даже если его что-то заинтересует, он захочет выйти. Этого неправильно. Что еще является вообще, на самом деле, важным в этом моменте, когда формирование происходит, присоединение? Это, конечно, время.